Привет всем, кто следит за рубрикой на моём канале «Развитие ребёнка по месяцам». Сегодня будет последний ролик на эту тему в этой рубрике, потому что я буду рассказывать о 12-м месяце жизни Леры, и я не считаю нужным продолжать рассказывать про развитие ребёнка дальше, потому что основное, что происходит с младенцем, это от нуля до года, то есть самому основному он учится, а дальше уже усовершенствуется. И, конечно же, это первый год, он самый важный в жизни ребёнка и вообще человека, и поэтому я считаю, что хотелось бы, чтобы это запомнилось надолго, поэтому я делала эти ролики и с этой целью тоже. Итак, время очень быстро летит, и вот уже 12-й месяц. Чем он был примечательным в жизни Леры? Ну, конечно же, я в двух словах расскажу, потому что, в принципе, не было чего-то такого очень много, но было одно очень существенное её, очень существенная ступенька в её развитии. Обычно я свою рубрику начинала с физических характеристик, но именно в этом месяце мы её не измеряли и не взвешивали, никуда мы ни к педиатру, ни к медсёстрам мы не ходили, а в домашних условиях делать это, я считаю, это не совсем как бы то, потому что будут неточности, поэтому я не знаю, сколько весит Лера и какой у неё рост. Единственное, что могу сказать, что видно, что она подросла, видно, что она набрала в весе, но сколько, не знаю. Явно, что больше 9 килограмм, но, по-моему, 10 ещё нету. Вот, я продолживаю грудное вскармливание, и как бы очень многие, если уж кормят грудью, так делают это до года, но я ещё не вижу сейчас, что я могу отлучить ребёнка от груди. Во-первых, она плохо кушает, во-вторых, она не берёт бутылочек никаких, и, в-третьих, она научилась у меня засыпать с грудью, и поэтому я понимаю, что этот процесс будет для меня, наверное, нелёгким, и рано или поздно придёт время, что надо будет уже к этому прибегать, но пока это меня не напрягает, конечно же, Леру это тоже не напрягает, поэтому мы продолжаем кормиться грудью. Лера не ходит в детский сад, не в ясли, поэтому она дома со мной. Есть возможность, я считаю, что ничего плохого в этом нет. Конечно, если же у вас есть опыт вот именно такой ситуации, когда вы кормили ребёнка только грудью, а она не брала бутылочек, и вы потом её отлучали, и вы знаете, как вы это делали, у вас получилось успешно и безболезненно для всех, можете написать в комментариях, я буду рада её учесть и принять к своему свидетелю. Потом самое существенное, чему научилась Лера в этом месте, это, конечно же, она научилась ходить. Она просто ходила около мебели, и потом потихонечку она начала ходить мелкими перебежками, она совершенно не боялась ходить, то есть она делала шаги, потом за что-то бралась, и обратно садилась, и поползла. Конечно же, она хотела куда-то быстро прийти, и она понимала, что если ползти, получится быстрее. Она вставала на колени и ползла. Но потом в один прекрасный день на площадке она начала уже так бегать по метров пять без поддержки, а потом ещё больше и ещё больше, и я поняла, что вот это уже значит, что Лера ходит. И сейчас она уже замечательно бегает. И не только бегает, она уже вообще... Вы сами можете наблюдать, насколько она убегает от меня далеко, и не даёт доснять наш последний ролик. Да, это у неё появилась такая привычка переползать через разные штуки и куда-то лезть. Вот. Да, Лера, покажи, как ты бегаешь. Покажи, как ты бегаешь, маленькая. Всё, побежала, побежала. Ну, сейчас Лере как бы год и неделя. Вот. И она уже достаточно хорошо и уверенно на ногах стоит. Ещё Лера научилась говорить па-па-па. Я её так учила. Говорю, Лера, говори, делай так. Па-па-па-па. Ну, она так по чуть-чуть делала, делала. И теперь по настроению очень часто может так ходить и говорить па-па-па-па. Не уверена, что она понимает, что такое па-па-па. А может и понимает, не знаю, потому что я её стараюсь показывать на папу и говорить. Говорить это па-па-па. Ну, и она говорит. Вот. И иногда по вечерам, когда у неё шикарное настроение, скажи, Лера, не такое серьёзное, как сейчас, она может что-то лепетать очень много и очень часто, не в попад что-то. Ну, то есть становится более разговорчивой. Вот. Так что, скажи, Лера, растём, развиваемся, радуем маму и папу, снимаем с мамы очки, да, и хотим их надеть. Начинаем повторять разные за мамой, вот подражать маме. Если я ей сниму носки, она их надевает, сама себе, ну, не надевает, а так прикладывает там, где они должны быть. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому вот на такой ноте, скажи, Лера, будем заканчивать наше видео. И нарезку видео с участием Леры я буду делать каждый месяц, а рассказывать о развитии уже не буду. Поэтому спасибо всем за просмотр, за то, что были с нами. До встречи в моих новых роликах. Всем спасибо и пока!